всех приветствую сегодня у нас очередная вылазка стали один пешочком подняться на одну гору посмотреть но прикольно отсюда смотрится вот мы подъехали дождик моросил он как раз мы только подъехали закончился практически все какие-то капельки падают а сверху все в тумане просто там вообще ничего не видно очень прикольно смотрится сейчас мы пойдем это все дело посмотрим что-то возможно сегодня новенькое увидим но я думаю обязательно чего-нибудь увидим должны по крайней мере и так прошлый раз тут уже это я показывал сейчас идем где-то дальше там будет подъем тропинка есть одну тропинку мы прошли там немцы проходили спросил у них к сожалению они тоже не знают куда-то тропинка ведет поэтому мы не рискнули идти по той тропинке решили пройти дальше которую уже как бы известно что она идет наверх но то получается с той стороны канадной дороги и было бы намного интересней там подняться может быть если силы останутся мы немножко пройдем по ней хотя в этом не уверен все-таки горы высокие высоковато тут круто подниматься но в общем если нет тогда следующий раз попробуем пройтись еще раз приедем когда-нибудь а тут разгоняют германии что напруга с водой в общем-то дождя практически не было сегодня такой моросящий легкий прошел но по реке я вижу что нету никакой убыли я бы даже сказал прибыла сразу хотя вроде дождичек едва-едва прошел но я думаю это разгон идет такое как во всем вот этот голодомор поэтому вот этот барана фикус там сейчас кстати вот информация мне сегодня друг рассказал я конечно поищу там может быть вдруг мне пришлет поищет может быть на то объявление где-то информацию скинет в общем в италии говорят в одной группе там что в италии ищут людей на работу не прошедших процедуру представляете в общем что получается те кто прошел определенные процедуры они часто ходят на больничный в общем очень часто болеют поэтому на сегодняшний день там уже стали похоже это понимать и начали искать на работу таких людей которые этого еще не сделали в общем как-то так да потом тут интересная информация но это уже я не знаю давненько было тут один из мудистров я их не называю там министры или там правительство мне понравилось одна женщина правительство называет травительство ну вот это самое как раз сегодня подходящее им название министры это мудистры и в общем тут говорил он открыл для себя похоже америку говорит можно в душе мыться пять минут в общем ополоснулись намылились помылись и потом еще раз ополоснулись вы представляете до какой степени человек далек от народа он представление не имеет как люди живут и что в принципе большая часть населения в германии так уже лет 15 а то и 20 моется а он только в этом году об этом узнал что так оказывается можно это конечно я просто сам так моюсь тем более мне для выздоровительных целых их надо периодически в ванную принимать если я буду постоянно в ванную принимать то мне придется на воду работать и я как бы даже когда-то делал ролик и говорил такая цена в германии на воду у меня такое ощущение что мне ее привозят на лошади мужик поехал вот к реке вот сюда приехал ведром начерпал бочку и привез ко мне я ему заплатил вот такая цена понимаете не вроде она не по трубам бежит который один там в 20 лет раз положили а может быть даже и больше насос там качает на весь город весь город платит такие суммы что все и мало это вот это такая жадность бешеная у людей ну сейчас мы тут сделаем маленькую процедурку и пойдем дальше вот пакете есть такой у меня вчера я сделал потом кому интересно ссылочку оставлю это река чистая тут нету никаких предприятий ничего это мы отправляем туда с намерениями пожеланиями целями задачами со всем остальным в общем то в теме тому понятно для чего этот сунгит это обычные камушки мы добавили в речку ну вот для понимания вот там сыра а тут я стою под деревьями уже сухо это понятно до какой степени какой силы дождь вроде как бы он где-то ночью начался но дождем это даже трудно назвать это почти туман где-то вот сейчас чуть-чуть он усилился вроде как бы капать начался но все-таки очень слабенький так я вот вижу одна тропинка пошла наверх возможно где-то вот это и наша тропинка будет так надо бы у кого-то спросить еще желательно чтоб не промахнуться то не хочется вверх вниз ходить лишний раз ну вот с другом хорошо пока я там на одно отвлекаюсь он быстренько раз обнаружил знак который показывает что вот это тропинка идет наверх на именно на вот этот ведьми на место до 2 и 3 километра ну в общем не очень так скажем много для нас-то совсем не старых людей поскакали мы дальше ну по дороге что интересное будет обязательно конечно покажу но тут пару деревьев лежит там интересно взяли просто пропил сделали под ноги что можно было пройти а тут уже более слезая видать свалилась дерево вывалилась и мы видим тут глину и как бы частенько я все-таки об этом думаю но естественно в горах глина если в тем более жидком состоянии она просто не 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 за что держаться а потом дожди и так далее смывают но какая-то часть все-таки тут тоже присутствует вот в корнях мы четко видим перемешку с камнями есть глина все идем дальше по этим зигзагом даже не ожидал что мы какой-нибудь скале выйдем но тут оказывается близко небольшая скала сверху опоясана тросами на самом верху ну и дать чтоб камни тут на тропинку не отвалились сейчас приближен тросы покажу вот ну дождик такой этот сложно назвать дождиком я его едва-едва глазами вижу он больше смотрится как туман все идем дальше ну тут блоков таких на блоки похожи камни много такое своего рода обвал когда-то был засыпано тут все но потом позже когда-то было сделано тропинка по шунгиту в общем одну часть видели я половинки опустил в реку чистый источник если у кого-то поблизости есть грудь родник то это будет еще круче или какой-нибудь ручеек чистый вторая половина уже сами знаете куда потом ну у александра есть там ролики где он рассказывает показывает конечно он этого не показывает но в принципе понятно ну опять же нету четких инструкций да вот как мне недавно написали в комментариях какой процент разбавлять перекись водой я откуда знаю какой процент разбавлять я же не разбавляю вы по своей коже ориентируйтесь также и тут нету никаких инструкций есть ваши мысли формы так а куда нам тут что-то разводится расходится тропинка куда нам идти в общем то я потом добавлю ролик сланцевый шунгит он допустим колется по-другому я покажу способ как его легко колоть и процессе вот этого сначала мысли формы туда надо закладывать еще там начать когда вы только его взяли у руки и процесс уже запускается вашей голове и вам надо мысли форме заложить чтобы ваши мысли работали именно землей с источниками вот этой силы куда мы сейчас именно и направляемся там где-то очень мощный источник силы наверху которые обозвали мало того что ведьми на место но ведьму очень сильно исказили ведьма в нашем понимании это совсем на сегодняшний день другое то что было изначально так сейчас мы будем разбираться в какую сторону на мете и пойдем дальше в общем промахнулись мы это вот сюда тут небольшая обзорная площадка вот эта глыба вверху тут стоит промахнулись не в ту сторону пошли но сейчас мы вернемся тут недалеко в принципе да по поводу там с нидерландов один так скажем интересующийся название канала сожалению не помню такое длинное название он спрашивал как мультиметр будет себя ввести на высоте я ему еще написал идея у меня это давно есть но у меня с памятью давно уже не очень хорошо частенько такие вещи вроде собираюсь все взял тем более вчера я проверял этот сланцевый шингит на электропроводимость еще подумал так надо не забыть и все равно я его забыл ну бывает что сделать не не возвращаться за мне домой слушание какие-то слоеные камни вот эти да интересно ну в общем забыл значит это проверю следующий раз либо есть еще один вариант поехать там у нас то что очень близко есть но к сожалению там высота совсем другая поэтому эффект возможно будет совсем другой конечно не знаю вот смотрите ну ну вот прям они так там да 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 она я не знаю вижу вот такими блоками все ровные разные они конечно но очень ровные некоторые прям как будто под линейку просто сейчас приближу просто вот тут вот справа там торчит выглядывает немножко ровненько да и тут интересно ну похоже вот на остатки до чего-то тут осталось кусочки какие-то кусочки но ну-ка вот я моя куда мне надо сюда вот так вот сейчас высоту покажу на какой мы уже высоте ну еще даже середины по моему нету но уже у ее и высоко в общем уже лететь далеко эх сейчас бы крылья как порохнуть по ущелью и представляешь вот тогда все можно разу разглядеть своими глазами не с квадрокоптера квадрокоптером тоже как бы неплохо но малейшая ошибка и считает досвидостую карту квадрокоптер так глазами конечно тут очень интересно сейчас его туда приближу все-таки я понимаю что погода не для съемки как бы картинка будет совсем фиговенькая но кто-то хоть хоть что-то так все пошли дальше ну вот друг меня тут тормознул горит сандре вот там в щель уходит чернота прям глубоко тут все черно что это такое от чего он так цвет поменял но если как говорят там солнечный загар с теми совсем не согласен потому что это есть и северные стороны поэтому ну попробовал я тут поцарапать немножко в общем это очень тонкий слой как будто бы вроде как копоть да но опять же но если костер тут когда-то и жгут то он совсем вот в другом месте да вот там а это как минимум пару метров это первое второе вот тут за ограждением вот тут сейчас чуть-чуть удалю понятнее было тут то точно никто ничего не палит а там прям в щель глубоко уходит это все это первое второе вот тут сверху тоже самое все чернота потом со всех сторон тут же и же у нас еще северная сторона а как эту сторону объяснить этот загар допустим куда солнце не попадает практически костры тут не жгутся и вот эта чернота как бы не совсем понятна она и вот тут сверху повсюду то есть местами как то то есть то нету где-то на самом он практически верху там такая чернота и по всем камням он по крайней мере вот на этом участке вот то что мы подошли тут повсюду вот такая вот местами он даже уже как обрастает да вот это вот какая-то растительность уже растет под ней то же самое там он местами чернота вот там там прям под ней чернота это что это такое ну солнечный загар я говорил уже тут как бы не пляшет особенно когда он есть с северной стороны все пошли мы теперь точно дальше опять пока я там записывал черноту вдруг мне не дает ведь я отсюда он опять у него интересная версия появилась то что возможно высокая температура там гранит крошится до при высоких температурах по моему так вот эти все края тут заугленные где-то он колется вот куски повылетали но вот эта сторона например тут больше она колотая как бы возможно разные температуры возможно не знаю когда вблизи смотришь трудно сказать потом гранит ветром дождем обмыть это ну вы видели в реке да он лежит там десятилетиями и практически не обмывается а тут наверху потом я говорил по структуре самого местами вот и когда смотришь на него он ну реально напоминает бетон когда ты начинаешь близко вот я специально очки одевал близко начинаешь разглядывать видишь вот эти камушки они разного размера то есть как будто взяли от и до размеры и чем-то их соединили вот вопрос чем как будто но это как будто искусственное было сделано то есть если мы на сегодняшний день возьмем вот таких размеров камушки и смешаем с цементом то будет у нас цемент такой до светлые светло-серый то чем вот это соединили ну как бы впечатление потом он разный везде разные вот где-то он такой где-то вот где тут показать например тут откололся да вот сверху увидите он такой весь камушками а вот где-то вот там например вот уже совсем другой там вот тоже которую угловой я сейчас показывал близко он уже что-то немножко как бы нам близко кром к мрамору похоже в общем разные он тут все теперь наверно пойдем дальше ты ничего не нашел больше сразу сразу покажу ну вот сюда солнце однозначно никогда не попадает и тут местами тоже такая же чернота есть ну где-то поменьше где-то побольше но она присутствует миша не уже с клюкой как старый дед клюка у тебя крутая мне нравится что-то там увидел что-то увидел на скале ну да ну плоскости мы тут уже не удивляемся тут их очень много повсюду ну скала такая тоже прикольная конечно на видео я не знаю насколько это хорошо будет видно сейчас попробую чуть приблизить ну вот на этой черноты мало там вот где-то кусками только ну ладно у нас опять тропинка расходится а тут чё там не читал что написано а то мы сейчас опять куда-нибудь нормально все наверно ну а тут смотри вниз куда-то пошла это куда нам я вижу там отличные блоки но это мы скорее всего вернемся на обратном пути до по этой пойдем потому что там вот я вижу сквозь деревья на камеру вряд ли это видно прям идеальные как блоки сложены и знаю вот тут сейчас выше чуть поднимусь вот они там просматриваются так я приближе потому что на мониторе я их вот например сейчас не вижу а а если мы приблизим ну где-то там в общем все равно я на мониторе плохо вижу вот тут по моему очки надо одевать а да я в очках неудобно они то помогают помешают ну короче наверно сейчас достану все-таки ну вот сюда например солнце тоже практически не попадает черноты тут очень много чем она вот там один к меня что-то его не стал снимать лежал прям на тропинке практически там такая чернота она как смола черная прям как будто чем-то его не знаю даже не знаю как сказать чем обработали не знаю такой обработки а наверное вот как металл обрабатывают вот этой жидкостью чтобы он черный становился вот так что-то похожее обработали он такой как смола стал черный черный да вот еще один нашли такой же блин зонтик раскрылся он до такой степени черный реальная смола но видать еще то что он мокрый ему еще придает такого совсем черного цвета но он я вижу четко что он реально там вот даже есть местам как капельки вроде что-то тут как будто накапали на него но уже где-то мы приближаемся к верху ну еще какое-то расстояние надо идти за тропинка такая вообще полностью камнями заброса это земля уже как бы идти нормально но тут пошло круче чем там было внизу вот такие камушки красивые гранитные где-то довольно ровная лавочка для отдыха тут внизу но она как раз под дождем вся мокрая хотели посидеть не додумался никто тут козырька сделать ну немножко уже подустала так скажем так нам надо теперь устать сильно и потом найти место силы где я в прошлый раз потерял усталость да я вижу угол такой прикольный ты вовнутрь заглянул блин а как ты туда да такой хороший угол туда идет наискосок прям реальный угол такой ну да ну просто так откололся что что это сказать просто такие постоянно совпадения кругом везде можно найти когда начинаешь присматриваться ну то что сегодня происходит конечно планировка очень серьезная потому что тут не успеет одно заканчиваться начинается другое не успело другое закончится сейчас нам впаривают опять то которое еще не закончилось и пророчат уже новые а кстати я там в комментариях писал некоторым ну типа предвижу очень холодные аномально холодную зиму в Европе или в Германии я писал не важно ну короче в Европе и тут на днях слышу что министры начали об этом говорить ну там политики еще какие-то мудистры какие министры я сказал министры не мудистры забыл по привычке сказали что ждем очень аномально холодной зимы ну в общем логически рассуждать если предпоставим себя на их место то это все правильно так и должно быть если мы увидим реально аномально холодную зиму то блин очередной раз это подтверждение а если мы увидим еще голдомор то еще одно подтверждение ну вот мне только интересно узнать бы лично хоть одну вот эту вот нелюдь и хоть что-нибудь бы сказать ну сказать это конечно мягко сказано тут какие тут слова могут быть тут совсем другие желания но мы люди такие спокойные да потом я вот много смотрю различных людей которые говорят что надо изъявлять свою волю и так далее и все подобное но они как-то немножко странно говорят об этом ну типа сидя дома на диване изъявляйте свою волю я как бы с этим не согласен я думаю вот представьте мой городок там где-то в районе 40 тысяч да если выйдет погулять на улицу скажем всего лишь четверть десять тысяч я даже себе этого честно говоря трудно себе воображаю но если десять тысяч выйдет и изъявят свою волю ничего не делая вот это будет результат ну на сегодняшний день люди где-то просто затюканы где-то нахрен меня все это стороной обойдет да сейчас это пройдет и так далее многие так думают но с того что мы видим последнее время а это началось еще в 90-е годы какие 90-е гораздо раньше но в 90-е годы это уже хорошо заметно было местами ну возьмем к примеру тот же спид у кого память хорошая и помните что там пророчили зомбоящики я это хорошо помню куда не включишь везде пророчили огромную да да огромное количество просто туда типа но этого почему-то не произошло ну потом опять же не буду повторяться ну коротко свинячий поросячий птичачий и так далее кошачий собачий блин что еще животных ассортимент огромный можно придумывать до бесконечности так я думал мы почти дошли а вижу вон ту гору она вон там сквозь нифига себе мы что чуть больше половины прошли две трети где-то обалдеть а у меня уже спина мокрая честно говоря ладно идем дальше не расслабляемся нам надо как раз устать сильно чтобы прочувствовать может я сегодня прочувствую место силы где где моя усталость пропадет ну тут друг опять меня увидел под ногами под ноги идет хорошо смотрит я только смотрю чтобы не упасть а он получше смотрит и вот эти вот камни которые мы уже раз показывали там были такие прожилки в виде мрамора а тут просто камень вот он чуть ли не наполовину такой как с мрамором да вот это тоже интересно половина гранита а половина мрамора ну вот да я вижу сейчас уже как бы смотрю больше и вижу что его тут гораздо больше и конечно тропинка такая ой-ой-ой веселенькая по ней так весело идти скажу а я опять не те ботинки одел ну какой-то совсем ходячий склероз стал ну как бы в принципе я в тот раз ходил в этих и ничего ноги у меня не болели даже местами где и продавливается вроде слегка острыми камнями ну ничего страшного ну да тут их вот много таких вот подобных ну как бы даже с прожилками вон да интересно вот тут как будто вообще весь вот вроде как очень очень-очень на мрамор похожий прям ну ну ладно пойдем мы дальше туда я уже совсем подустал мне бы уже место силы найти подскажи где она может просто надо присесть уже вроде дождик закончился сейчас мы присядем отдохнем день ну вот мы на такую высоту уже забрались довольно высоко тут прям рябина ну правда еще и не скоро еще она такая даже близко не красная ну тропинка конечно там участок был просто с одних глыб камней по нему прошагали ну тут вон еще дерево рябины хорошее ну просвет и как бы пропасть тут вся в огромных камушках в принципе в разных и больших и маленьких и средних какие хотите и все это идет до самого низу так друзья вижу канатную дорогу вот они кабинки едут походу мы уже на выходе ура свершилось но 2 и 3 километра по ощущениям я вам скажу как будто я 10 прошел а может быть и больше но 10 километров я пройду я точно так не устану но опять же как идти если быстро идти тогда может и устану не знаю не могу сказать это надо проверять хожу как бы данное время не так уж и много а нет мишаня меня опять сбаламутил не выход вон еще серпантин пошел дальше вверх ты говоришь выход обрадовал меня оказывается нет еще это где-то близко к выходу на какую-то скалу мы просто вышли очередную ну мы сейчас ее как раз и посмотрим тут такие маленькие очень маленькие камушки не знаю тут в длину он так метр 2 3-4 метра другой конечно поменьше под ним этот не знаю побольше не побольше что-то интересного увидел а что тут ограждения не сделали денег не хватило вот жадняки куркуляки мать их так падайте короче нафиг чем у вас меньше тем лучше ну реально тут если упадешь то все пиши до свидос там сплошные глыбы странно вообще-то по той горе напротив мы ходили там все вот в этих ограждениях а тут нету бабловцев не бабловцы наверное между собой попилили блин понятно все ладно пиля тут тоже особенно послушаешь про дорожные шараги хватает хватает тоже очень там веселуха когда я смотрел там два маленьких участка закрыли два года закрыта дорога езжу в объезд потом открыли я думал ну наверное всю дорогу сделали а там два маленьких участка в общем один участок маленький в деревне и этот мостик небольшой тоже кусочек дороги все вон сюда я проползу наверно да мишань как ты думаешь я хочу вот это а почему не надо там скала интересная тут я не вижу никакой опасности сейчас я пройду туда вот пробрался я тут когда-то было да и тропинка и ограждение остаток старого остался столбик и кусок троса ну вот эта стена видимо насколько она интересно ровная я к сожалению сейчас не помню отсюда из-за деревьев не вижу на той стороне если вот такое же похожее то это возможно остатки так откуда посмотреть-то тут тоже неоткуда ё-моё вот неудача ах ты никак а там совсем песок там можно съехать никак не посмотреть вот наше любопытство ну как бы хочется показать да похоже это вот это один кусок с этой стороны стены а вот там один вот второе здесь еще один правее или наоборот тут еще один и там дальше один вот не помню уже это с канатной дороги заснимал там четко было видно но отсюда конечно вот там эти остатки какие-то на самом верху там я сейчас даже не пойму те какие что я видел в общем когда смотришь сверху видишь одно снизу немножко другое но вблизи совсем по-другому как обычно смотрится но тоже очень интересно такие вот ровные вот как бы да вот эти вот природные образования а ну типа это же как скажите скажу тектоническая плита тут вылезла вот так ровно блин не вулкан так накапал тут ну короче какие у них там еще версии ветром песочком надуло и так далее всему подобное все пойдем мы дальше в общем идем идем а 2 и 3 километра ну никак не заканчиваются скалы появляются всякие разные некоторые даже я уже не снимаю тут вроде как бы не очень интересно если не считать того что с той стороны очень ровно с этой как-то непонятно все пооткалывалась пообламывалась поотваливалась с такими вот площадками четкими ровными там какие-то вон наверху прям очень ровно так ну и вот там выглядывает из-за дерева вроде такое похоже очень на блок и тут вот лежит чуть ли не под ногами очень ровненький ну идем продолжаем дальше конечно тут так чуть-чуть бы снаряжение и туда где-то спускаться потому что там тоже местами просматриваются очень интересные вещи но к ним доступа нету там без страховки вообще туда лучше не лезть потому что на вернешься один раз думаю и он будет последним поэтому ну где-то по-моему уже близко тут я смотрю вот где-то даже напрямую срезали наверху ходит хотя может и водой сейчас мы посмотрим либо кому-то зигзаги надоедают и начинают срезать да тут срезают просто вот он идет там уголок но там я вижу вижу выступ небольшой скалы поэтому я пройдусь по тропинке не буду срезать сверху еще какие-то скалы слева внизу скалы там дальше ой там прям как блоки я вот сейчас попробую приблизить так где центр поймать потому что на мониторе очки я таки не достал так вот уже вижу так вот в левом верхнем углу сейчас выведу на центр вот вот они там просматриваются глазами вижу они прям такие ровненькие там лежат ну просто идеальный прикольно ну картинка будет наверно совсем плохая не солнечная погода ну и там непонятные такие ну ладно идем дальше но акцент особо на глину я не делаю она периодически то тут то тут то там просматривается поэтому говорил я как-то надо съездить на карьер конечно же когда-нибудь я съезжу посмотрю там есть тем более обрывы где срезы можно просмотреть и насколько я помню там то ли 2 то ли 3 метра именно глины сверху чернозем чуть там а дальше уже идет щебень который именно в этих карьерах и брали поэтому но это в памяти у меня есть поэтому просто конечно надо эту картинку сделать чтобы и другим было понятно что в принципе глина везде присутствует просто насколько я понимаю в горах она особо не задерживалась она присутствует но в малых количествах ну камушки я вам скажу просто просто ну вот ну блин капля с вулкана так бам скапнула большая да они вспомнил 300 миллионов лет назад при очень высоких температурах образовались вот такие вот углы вот как-то так вот в таких камушках причем эти же грани какие ой на меня посыпалась до какой степени они ровные там это же что-то с чем-то ну все тут пойдем сейчас вот так тот угол пройдем и туда приблизимся где-то наверное уже мы близко я так подозреваю к выходу так и не закончились два с половиной километра вот два и три километра но мы уже близко ходим уже и местами по мрамору и по граниту вместе взятыми причем все в одном камне вот вышли на обзорную площадочку переведем дух посмотрим на всю красоту там где-то вот справа от нас башня вот интересно есть туда дорога нет я как-то маршруты забивал смотрел с маршрутами почему-то нету тщательные хорошие карты все они какие-то иногда совсем непонятные иногда маршрутов очень мало на них ну все идем дальше вот вот такая маленькая скала вдруг под ней стоит вот чтоб видно было сориентироваться проще маленькая она или не совсем маленькая ну как бы маленькая конечно но если не считать того что у меня справа внизу а тут вот чернота интересная сиротой какой-то и причем именно в самих щелях в основном там в глубине где-то что-то у меня вдруг структуру камня наверно рассматривай да прорези да тут все в них и в трещинах и в прорезях ничего только нету и камни разного цвета не только мраморного но и какого-то вот красного выпадаются в перемешку видите вот прям вот эти белые частицы которые похожи на мрамор они в перемешку вещь причем вот тут чуть ли не во всех камнях ну во многих по крайней мере которые у нас под ногами и обтертые это хорошо видно а вот на таких которые в скалах как бы не очень заметно ну скалы я вам скажу вон подходим к совсем интересным так я наверное буду меньше дорогу снимать ролик получится огромный кто же его выдержит высмотреть весь это все это восхождение на ведьминое место тут вот под скалой сейчас пойдем вроде по ощущениям у меня уже давно сложилось что вот-вот выход а мы никак не выйдем в общем он как-то не заканчивается мы идем идем а вот домик появился наверное все мы уже на выходе да я смотрю вон крыша торчит выглядывает из-за скал из-за деревьев наверное мы уже все подходим к вершине ну теперь я подозреваю мы точно выходим ну эти 2 и 3 километра вот точно вот они домики спина мокрая лоб мокрый хотя температура или посмотри какой интересный камень он ну если тот ладно возьмем серый гранит да так называемый а это что такое и причем он же вот этот верхний слой то есть мне такое ощущение что я сюда стукну чем-нибудь верхний слой отколется а там будет уже совсем другое как будто это либо обработали либо залили этот камень чем-то да но ножом вряд ли это ковырнется хотя сейчас попробую конечно если получится покажу вот тут уже смотри как интересно вообще очень много интересных вещей которые совсем непонятно происхождение по крайней мере их то что там в описаниях как-то не очень пляшет тут что такое было тут метка пункт фермпункт какой-то что за фермпункт что это означает медная медная похоже а тут наверное обзорный пинокль был когда-то может быть хотя тут еще увидеть можно все деревьями заросло в общем обзорная площадка превратилась в не обзорную ну я думаю так это произошло не так давно по скорости росту деревьев германии там есть озеро два озера на которых я в основном раньше рыбачил у нас в городе ну в смысле возле города бывшие карьеры и там между ними ну сколько не знаю тридцать пятьдесят метров было вот мы в прошлом году были там там просто все наглухо заросло между ними деревьями кустами а было когда-то ну просто вот так травка и какие-то мелкие кустарники вот такие вот а сейчас сейчас просто деревья вот такие небольшие кусты но все наглухо заросло и там где люди постоянно гуляют та тропинка как бы держится не зарастает а все остальное там ну просто площадка между озерами была и по краям возле озер были деревья на сегодняшний день там все наглухо заросло прошло то всего то там двадцать в районе двадцати лет так а там что за бассейн было я не понял бассейн был что ли наверное бассейн был да или непонятно круглый что-то такое яма какая-то круглая что-то там было может там какой-то на глубине бункер там что-то мастырят что-то новое плитами что-то там огораживают бетон льют короче работы ведут по полной сейчас мы шундец сделаем этому месту и пойдем обратно так слушай анимец в прошлый раз нас спрашивал где тут тропинка да она вот она где ух ты капкан возьмем на тропинке поставим типа сунь туда палец и все будет на путем ну прикольный конечно звонок в капкане типа сунь туда палец бамси есть ух нифига нас пацан какой-то догнал так ладно мы пошли смотреть это дело как тут по теме александра ну по гранитным камням тут просто все ими усеяно вокруг всех тропинок вокруг всех площадок поэтому особо на этом скажем так останавливаться я не буду показывать где это все что мы сейчас в первую очередь самый основной объект это там где я показывал прикольные вещи фрагмент конечно же я вставлю на еду но тут как бы нормально две типа колонны гранита сложили открыто сегодня сегодня мы к викингам пойдем зайдем сегодня почему-то открыто а сколько там коз стоит посмотри это вот тут голова викинга такая огромная я уже ее показывал ну ну кто-то вырезал неплохо что там за ребенок за ребенок не сойдешь ребенок а что там внутри хотя бы сориентироваться что я там увижу я да не против как бы но мне надо знать что я хочу посмотреть на что я хочу смотреть сейчас мы разберемся с этим вопросом пойдем туда или нет что жескач короче вот так вот и кто на это внимание не обратит мне интересно любой любой понимаете это все уже детская площадка она полностью огорожена камнями и тут вот такое вот существо стоит ядрен батон вроде как бы сказочный персонаж да согласен но зачем вот так делать зачем голую делать но это еще ладно сейчас мы пойдем детишкам зайдем тут вот круг с этих глыб огромных и вот такое вот существо на детской площадке в общем за нами там народу скопилось что-то как-то быстро откуда они возникли я не понял ну не стали мы их задерживать разбираться расспрашивать я так заглянул увидел там картины внутри ну как бы картины я не хочу смотреть я вот телевизор нашел я вот раз и вот так вот вот это я понимаю не зомба ящик нормальная природа вон кабинки ездят смотреть можно но тут я не знаю вот так сесть напиток хороший я не имел ввиду пиво кто пиво любит я тоже раньше пиво пил я имел ввиду водичку хорошую там не знаю вот сейчас возьмем там калераби или майорюбану смысле это как репку калераби я не знаю как по-русски ну все пошли дальше ну в прошлый раз мы вылезут какая-то типа строечки было еще посмотрели так строят интересного а тут просто вот такие вот кресла типа сцена 6 я пока не пока юмора не понял для чего тут сцена ну то есть можешь вот так сесть сейчас мокро как бы и вот сидеть на кабинке смотреть я даже не помню мы сюда подходили в прошлый раз или нет баба яга короче стоит с котом и тут прям вот над головами кабинки пролетают что-то я не помню подходил не подходил и камни вот интересно так они как когда-то были тут уложены покладины наложены заложены выложены и так далее так мне по башке не ударит кабинкой это высокий но нет я сюда не подходил прошлый раз о блин у меня прям над головой кабина пролетела чуть не по макушке не вдавила обалдеть сейчас мы манду и видно хорошенько о вот туда я сейчас приближу хорошенько интересно нам хорошо видно так так где она в центре поехали на приближение он отсюда она не в центре получилось ничего сейчас выравниться надеюсь очки таки не одел не вижу картинка нормально не нормальная но главное вижу как там они хорошо уложены и обрезаны и такими углами интересными в общем все тут интересно конечно вот единственное что туда не доберешься к ним ну там вот где сейчас покажу праве его там такое как расщелина вот где кабинка проезжает и правее даже интересно и так а на той обзорной площадке мы точно были в прошлый раз тут опять у нас рябинка в кадр попала ну там как бы не очень четко это все просматривается но что-то похожее есть конечно да на кабинке это очень быстро в общем подъем это два и три километра у нас занял я к сожалению не засек время ну примерно полтора часа примерно с небольшими остановками вот как бы на видео записать это я немножко останавливался ну и один раз перед их все идем мы шундец сделать вылет кабинки снять надо и у полетела 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 чух улетела ну вот основная масса туристов сюда все-таки на канадной дороге приезжает и как вы только приехали тут вот вдоль тропинки камушки но тут где-то вот работы ведут чудо тут и не боял огородили тропинку сейчас мы посмотрим так на пешеходная зона я понимаю там что лошадки на лошадках катают детей так портрет медведяки тут поставили ну и камни как бы ну вот принципе видны они тут начинают и в общем дальше я снимать не буду они по обе стороны тут дальше идут вдоль всей тропинки но это хорошо что прошлый раз я тут не проделывал шундец потому что мы видим тут по полной работы идут но если только кто-то из зрителей другое тут это проделывал сейчас мы даже этого не сможем сделать все огорожено ну как бы и смысла сейчас нету это скорее всего либо осенью либо на следующий год надо проделывать так а мы пойдем поищем все-таки место где у нас усталость пропадает жаль мы немножко опоздали но вот с противоположной стороны я вижу что там глина просматривается а вот тут уже залили явно траншея вот как фундамент возможно глубже можно было посмотреть сейчас не видно к сожалению но глина то явно присутствует но по куче хорошо видно что там глины немало будут есть такой эксен фигурен парк прошлый раз у нас уже как бы сил не хватало его искать сегодня мы пойдем его поищем может быть и найдем ну там и животные есть где-то той стороне поищем может быть найдем ну гранитные вы бы по обе стороны причем вот одна такая интересная ровно и обработали или такую уже сюда привезли ну так как я видел что их очень много таких могли просто привести да вот сюда да другая порода и цвет другой в общем-то они вдоль тропинки тут по обе стороны а это вообще-то на что похоже него и цвет какой-то розоватый да вода особенно местами сильно просматривается прожил кино интересный камень весной пойдем дальше и вот вдоль тропинки по обе стороны плюс если где-то деревья там мы уже прошли такие то же самое я сначала думал это лавочку не доделали они просто бревна такие положили на них следы разных животных и птиц сделали в общем то могли бы на спинке это лавочки просто сделать как-то странно немного сделано это присесть тут отдохнуть точно не можешь с другой стороны вроде это и неплохо пойдем мы посмотрим это все внимательные дальше в общем все таких глыбах уложено я часто натыкался на информацию где людей пускают по кругу против часовой стрелки здесь тоже самое здесь в общем значок и против часовой стрелки людей запускают но мы немножко другие люди мы пойдем по часовой стрелки ну тут есть другие тоже так пошли парочка с ребенком мы пойдем одна черепашка воде там лежит соседней кабинки а это на подоконечке отдыхает голову поверни еще сюда козлики гуляют прикольные и конечно же глыбы чуть-чуть положим козлик стоит куда-то смотрит ни на что не реагирует мишаня там уже животных рассматривает что там за животные кролики кролики морские свинки ухты распластался жарко ему бедолага на бетоне лежит саны вытянулся возле воды расплескала воды лежит морские свинки трескаю куча а тут целая куча кроликов маленькими морскими свинками тут еще у нас есть а это что за птичка птичка ты кто плохо видно сидит отдыхает что-то надписи нету даже прочитать я такую птичку не знаю ничего нету тут эти инструменты маленькие какие что вы такие маленькие ваша неволе держи да не кормят толком вам бы куда-нибудь в поле погулять побегать по травке ну да у вас вот это только вот такая полянка ну кролики еще ладно козля там тут конечно не очень прикольно с гранита тут выложили такую избушку с добавлением дерева и тут можно посидеть внутри почувствовать себя типа человеком с того времени ну тут конечно она выкладывали ой 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 и фигуры такие и я и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 о гуляет михаил твой тезка ну гуляет мишаня туда-обратно туда-обратно скучно ему один тут у него такой небольшой водопадик сделаны и бассейн и тут ограждение такое чтобы он сюда вдруг нечаянно не попал довольно высоко яма там и стена интересно откуда он сюда приехал и он вижу провода под напряжением там тоже вдоль твой решетки это кто у нас а о поросята маленькие какие-то африканские но я думаю что они маленьких еда кто-то местные они побольше отдыхаете отдыхают а тут его что-то там чухает чистит носом зачем сорок закрыли не вот этого я в шоке сороки в клетке так и чё за куропатки большие куропатки это не куропатки ухты самец какой огромный клюв у него вы же скач здоровый глухарь то глухой нет выйдя на меня посмотрел думаю кого тут смотрят воду звуки внизу гуляют и куда убежал куда стой блин закус смылся только хотел его запечатлеть один он я вижу на видео не будет видно из-за кустов а вот он самец походу здоровый ну-ка выйди куда спрятался опять где он опять смылся где-то в кустах опять полчара выходи он самка там кусок мяса потащила куда же даже не знаю видно не видно я-то вижу а вот и самец гуляет здоровый ухты морда какая у него здоровая сыт и мясо даже не хочет раз так неохотно взял его где поменьше этот хороший здоровенький дугой козуля-косуля куда пошла козуля-косуля 2 козуля-косуля парочка красивые маленький куда пошел все вы в клетке усов тут много я многих даже не снимал люди просто поближе совы в неволе все они разные немного цыплят привезли им с какой-то явно фирма птичей это не сыты пеньки он лежат они не хотят хоть трескать тут что-то их в кучу ворон какой-то а тебя чё сюда им к ним закрыли ты чё обровинился дичина шкодил но в общем то животных тут не всех видно какие-то попрятались каких-то видно каких-то я просто проигнорировал не стал снимать как бы не знаю круг в общем то не маленький что-то а Гори! Не хочет Ну где-то мы уже, по-моему Кто там? О! Олениха Большая, да? Это большая олениха Где ты? Вон она гуляет И так Итак, сделали мы крок Это напоминание о мегалитах Кто не в теме там Я потом ссылочку оставлю в описании Если кому-то интересно Можете посмотреть Я их снял Максимально подробно Спускался тут много раз Вниз, под них С них снимал везде По-разному Там вдоль, внизу Вдоль реки Мы тоже прошли довольно далеко Ну тут, честно говоря Объемы такие Что, ой-ой-ой Ходить и ходить Там на противоположной Вон обзорную площадку Видно мы тоже были Правда у меня там с качеством Программка заглючила что-то Там получилось вообще непонятное Надо бы переделывать по идее Но не хочется Пусть будет как будет уже Кто его знает Куда нас еще Занесет Там С другой стороны горы Еще есть Башня интересная Надо будет Как-то туда добраться В общем Идем мы потихоньку обратно Не знаю, может быть Сейчас еще по дороге Что-нибудь интересное Увидим Поехали далее Мы идем обратно Вдруг уже никуда не хочет заходить Типа на друга сваливаю Да нет Я это посмотрел Зашел спросил Что-то внутри Сказали там только картины Поэтому Против живописи я ничего не имею Против хороших картин Но я же не знаю какие там картины Может там что-нибудь типа Квадрата Малевича Кто-нибудь намалевал краской А кто-то ходит Ой, да я тут вижу Такую Прекрасную Шедевр А там мазням Мазней Ну в общем-то это Как говорится На вкус Свет товарищей нет Вдруг у меня Вообще уже пешком Обратно идти не хочет Он говорит Давай на подъемник Я говорю Да нет, пошли там же У нас осталась еще одна развилка Мы должны вправо уйти Он говорит Да нет, у меня уже ноги не едут Кое-как я его уговорил Чтобы Мы пошли пешком обратно Потому что мы же не знаем Что нас ждет На той развилке Когда мы повернем направо Вдруг там что-то такое Невероятное То что Потом Когда-нибудь Я допустим узнаю И буду жалеть Что я Поехал на этом подъемнике А не пошел пешком Ну вот эта яма меня тоже вот интересует Но К сожалению туда прохода нету Там кстати где-то я видел еще Что-то было закрыто Сейчас уже не помню где Тут кстати вот тоже люк какой-то Ну не знаю Может канализационный Может водяной Может еще какой-то Ну короче все Идем мы дальше На спуск Мишаня вниз Скорость такую набрал Что я за ним едва едва успевал Думаю как бы нам эту развилку не проскочить Не проскочили Ну тут вот тоже все так интересно очень Выглядит Очень похоже даже На что-то интересное И что-то когда-то развалившееся Но опять же тут еще одна развилка Конечно наверх мы уже точно не пойдем Потому что Куда там у нас что написано Штайн Бахталь какой-то Ну это может быть в следующий раз Сейчас мы идем вниз Попытаемся Попытаемся Понять где эта тропинка нас выведет Где мы вообще могли зайти Написано что она как бы в талии ведет Но Одну я там видел Ее едва едва заметно У которых немца спрашивал Они сказали Не знаем куда она тебя выведет Ну короче мы не рискнули Пошли дальше Сейчас мы Идем вниз и посмотрим куда мы выйдем Ну и может еще что-то по дороге интересное увидим Спустились очень быстро Буквально за полчаса Вдруг там такую скорость набрал на поворотах У него прям большой радиус А у меня маленький Я его на поворотах всегда загонял Сейчас Я не нашел Никакого места Где я туда В прошлый раз потерял эту Усталость Ну сейчас у нас по пути еще вот эта церковь Сейчас мы туда зайдем там посидим минут пять посмотрим не исключено что там я потерял ну сидим тут уже минут или три наверно через пару минуток одновременно чуть ли не одновременно зевнули можно сказать одновременно нас в сон потянуло я сосредоточился сразу на всех мышцах сидел с правой ноги прям почувствовал как ушло с левой ноги ушло в пятку но еще не ушла вот это вот такая боли от 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 усталости вот сидим продолжаем сидеть еще немного посидим пойдем на улицу посмотрим как самочувствие вы сланцевый камень как его лучше расколоть так берем вот такие вот кусачки желательно именно такие отложим в сторону берем тряпку берем камушек посередке тряпочку заворачиваем и давим все процесс закончен это я делал в руке но в какой-то момент увлекся и зацепил палец поэтому переключился на тряпочку так палец мы не откусим в принципе то я не откусил укусил все-таки причем это был уже не первый не знаю какой как-то я умудрился в общем то даже не знаю как ну как-то так и проверка шумгита вернее сланец это точно также проводит как и более благородный шумгит в общем любой камушек берете и они все все будут прозваниваться вот наколол парочку пакетиков один получился побольше другой поменьше почему его сразу подписал это рука говорю ручей река родник все на одну букву начинается до завтра у нас будет река довольно чистая часто камни колется на три части поэтому для реки или родника ручья 1 2 конечно на объект плюс вот эта мелочь это частички всех этих камней вместе это сейчас тоже сюда в пакет и это завтра все в реку это все у на пару небольших объектов на этом всем ну в общем посидели церкви минут пять мешания там чуть не уснул раздевался сидел там меня дразнил пошли ну как бы я не чувствую вот этого прилива сил он где-то у меня вот я не знаю вот я помню вот это снимал у меня уже такой был серьезный прилив силу тут я себя так четко чувствовал помню вот это вот как их называют то блин забыл хотел быстро сказать не гномы но этот наверно мост и гном маленький я тут снимал и пошел принципе мне снимать уже нечего было я почувствовал такой очень серьезный прилив силы мне хотелось продолжить чем мы уже все на выходе шли к машине но сегодня такого нету вот я чувствую мне прям ноги побаливают подошвы дымятся и как бы усталость серьезно чувствую не нашли мы значит место где в прошлый раз я потерял усталость ну на этом пожалуй все вот такая прогулочка не знаю даже сколько этот ролик получится насколько получится столько получится всем удачи счастья здоровья пока пока